Президент провёл встречу с генеральным прокурором Урузмагом Джагаевым и попросил провести полную проверку. Анатолий Бибилов подчеркнул, что здоровье граждан находится в приоритете, и государство должно чётко понимать, куда уходят лекарства, куда уходят деньги народа Южной Осетии. Я получил ваше письмо, протокол координационного совещания правоохранительных органов и непосредственно по медикаментам, которые государство закупает. То, что у нас в 2016 году на медикаментах выделялось 125 миллионов 750 тысяч рублей, а в 2019 году уже 184 миллиона. То, что у нас на 2016 год количество больных прошедших лечения в стационарах в 2016 году было 11 399 человек, а за 9 месяцев 7 900 человек. И то, что амбулаторное лечение получили 55 тысяч человек в 2016 году, а в 2019 году за 9 месяцев 39 тысяч человек. И то, что в 2017 году в 2016 году учёт не ввёлся именно льготной категории граждан, которым мы обязаны помогать. Но в 2017 году их было 5 431 человек, а в 2019 году 4 900 человек за 9 месяцев. Я бы очень хотел, чтобы вы проверили каждый этап поступления лекарственных препаратов, складирование лекарственных препаратов, распределение лекарственных препаратов, вплоть до выделения отдельно взятых лекарств до больных. Президент отметил, что объём работы прокуратуре предстоит большой. Однако, по словам главы государства, нельзя позволить, чтобы мы, серьёзно увеличивая финансовые средства, не могли выполнять свои обязательства перед гражданами по обеспечению их медикаментами. И поручил Урузмагу Джагаеву привлечь все структуры, которые необходимы для всестороннего изучения ситуации, Министерства внутренних дел, Комитет госпезопасности, Счётную палату. Анатолий Бибилов подчеркнул, что берёт это дело под личный контроль. Эта работа должна провестись и проверку начать в самое ближайшее время, буквально, как говорят вчера, и не затягивать, и все материалы, которые по этой проверке у вас будут, чтобы вы до меня довели. Значит, если есть виновные, они должны быть привлечены к ответственности, и независимо от какого уровня они будут, это будет врач, или санитар, или медбрат, или руководство Министерства здравоохранения, или поставщики, без разницы. Без разницы. Но я бы очень хотел, чтобы мы увидели полную картину получения, распределения и доведения до больных всех лекарственных препаратов. Президент поручил обратить особое внимание на льготную категорию граждан, которые нуждаются в постоянном лечении и обеспечении расходным материалом больниц и поликлиник. По словам Урзмага Джагаева, на основании итогов совещания, которое прошло в прокуратуре сегодня, и на котором присутствовали министр здравоохранения, его заместить бухгалтерия, можно сказать, что с уменьшением количества больных, которые проходят стационарное и амбулаторное лечение, и увеличением бюджета, который выделяется на приобретение лекарственных препаратов, больные жалуются на их отсутствие в объектах здравоохранения. Такие сведения, такие данные, что с уменьшением числа больных, которые прошли амбулаторное и стационарное лечение, и с увеличением бюджета, который выделяется для приобретения лекарственных препаратов и сопутствующих расходных материалов, У нас почему-то сегодня складывается вот именно такая ситуация, что во мне люди жалуются, что они достаточно, на отсутствие лекарственных препаратов. Поэтому в ближайшие дни, даже не в ближайшее время, Анатолий Ильич, мы сегодня же соберем совещание с правоохранительными органами, которые будут принимать участие в этих проверках, создадим группы. Да, включим туда еще и таможню, и налоговую инспекцию, чтобы они тоже со своей стороны провели определенную работу, и чтобы у нас было, как вы говорите, как вы поручаете, чтобы у нас было свое поступление до доведения этого лекарственного препарата, до конкретного больного уже вся полная картина. Джагаев заверил президента, что о более конкретных результатах будет готов доложить в течение двух недель.